Новости Таллина И начнем мы с сегодняшнего исторического события, которое по праву считается одним из самых трагических в истории Эстонии. Сегодня свечи зажглись по всей стране, где вспомнили о жертвах мартовской депортации, о тех, кто пережил эти страшные времена и о тех, кто не дожил до возвращения на родину. С того страшного дня прошло уже 75 лет, и скорбные церемонии прошли у монумента Линды в Институте памяти у памятника жертвам коммунизма. За основными событиями проследил сегодня Илья Бань. Целью мартовских депортаций 49-го года было окончательно уничтожить стремление эстонцев к свободе. Обезглавить Эстонию, вывезя часть нации. Людей забирали из их домов, зачитывая приказ, затем грузили в вагоны для скота и везли в Сибирь. Из 20 тысяч депортированных, 3 тысячи так и не вернулись домой. Нас депортировали в северный район Новосибирской области. Меня с братом определили в детский дом, а младшая сестра осталась с мамой. Мне удалось вернуться на родину только в 1956 году, а старший брат Рейн так и остался в Новосибирске, где умер в 2015 году. Отца сослали еще в 1945-м. Умер он в Магадане. Историк права Пейтер Ярвилайт проводит параллель между мартовской депортацией и трагическими событиями 30-летней давности, когда затонул паром Эстония. Принято говорить, что каждый второй имеет знакомых, пострадавших от этой трагедии, а каждый третий связан с ней лично. В 1994 году утонуло 800 человек, а в мартовскую депортацию было выслано 20 тысяч людей. Можно представить себе, какого масштаба эта трагедия для такой маленькой страны, как Эстония. Депортированной бабушке Петра Ярвилайда удалось вернуться в Эстонию, а дедушкам нет. Благодаря того, что не было после этого вот таких депортаций, не было войны, начали заживать раны, что хорошо или плохо, я стараюсь быть для моих внуков дедушкой. И вот чтобы надеяться, что они когда-нибудь станут хорошими дедушками, потому что у них был пример. Сегодня в разных городах Эстонии прошли памятные церемонии и молебны в память о жертвах мартовских депортаций. Особняком здесь стоят церемония памяти на Мариамеа и зажжение свечей на Площади Свободы. Здесь уже установлены информационные щиты с пояснительными текстами на нескольких языках. А сегодня днем в Эстонском институте памяти прошло награждение учащихся и учителей, принявших участие в литературном конкурсе. Были отмечены и учебные материалы по новейшей истории, которые прежде всего связаны с преступлениями тоталитарных режимов, нацизма и коммунизма. Важно почтить этих людей, это главное. Напомнить нашему народу, что чтобы прийти к сегодняшнему дню, нам пришлось многое пережить. Представители других национальностей, живущие в Эстонии, это же наши люди, поэтому мы все вместе должны помнить эти трагические страницы истории нашей страны. При написании работы я смотрел, например, фотографии разных депортированных. Был там один из депортированных, который фотографировал свою жизнь, и это, конечно, были вообще ужасные вещи. Он в своей депортации искал самый позитив. Зло не имеет национальности. И среди сосланных были не только эстонцы, но и представители других национальностей, в том числе и русские. Если некоторые из событий новейшей истории Эстонии до сих пор вызывают споры, по поводу депортации альтернативных толкований не встретишь. Абсолютно всем ясно, что мы имеем дело с военными преступлениями, жертвами которых стали тысячи семей, проживавших в Эстонии. Таких же людей, как и мы с вами, заботящихся о счастливом будущем, своей семьи и своих близких. Илья Бань, Петер Юлевайн, новости Таллина. В который раз городу приходится решать проблемы, которые не смогло решить государство. Так было в поисках выхода из ситуации с прививками от коронавируса, и с организацией поддержки педагогов при переходе на эстонский язык, и даже с полицейским оркестром. Еще один пример – ситуация с закрытием Коплевской спасательной команды, которая наконец-то разрешилась. О найденном столицей решении наш следующий материал. Государственную спасательную команду в Копле закрыли 31 января этого года. И это вызвало возмущение и недовольство у многих. Ведь в течение года Коплевская команда получала около 500 вызовов. И зачастую спасатели из этой команды работали за пределами своего участка. Таким образом, закрытие этого отделения оставило без своевременной помощи не только район Пыхья-Таллин. Именно поэтому город до конца боролся за спасателей Копли. И эта работа дала свои плоды. Коплевская команда будет восстановлена. И приступить к своим обязанностям спасатели могут уже в апреле текущего года. Как отмечает старейший район Пыхья-Таллин, это, безусловно, очень хорошая новость. Прежде всего для всех жителей этой части города, которая имеет особенное географическое расположение. Когда мы узнали, что государство приняло решение закрыть Коплевскую команду спасателей, это вызвало у жителей очень много вопросов, основным из которых был, как быстро к нам, в случае чего, смогут добраться спасатели, ведь мы с трех сторон окружены морем, и на нашем полуострове находятся также портовые предприятия, где повышенный риск возникновения кризисных ситуаций. Таллин в очередной раз доказал, что самое главное – это жители города и их безопасность. Поэтому так важно было сохранить спасательную команду в Копле. И все необходимые условия для этого уже созданы. На сегодняшний день у нас уже учреждена организация, в которую ходят как добровольцы, так и город Таллин. В то же время у нас есть необходимый потенциал и ресурс спасателей, профессиональных спасателей, которые будут работать в спасательной команде в Пухья-Таллине. За все это время у нас не было никаких сомнений, что это необходимо сделать – восстановить спасательную команду в Пухья-Таллине. Речь идет об одном из крупнейших районов города, 60 тысяч жителей, различные производства. И, естественно, каждая потерянная минута или даже секунда, в случае, если спасательная команда будет выезжать из другого района, будет означать потери, в том числе и человеческие жизни. Таким образом, решено, что уже с апреля 2024 года команда будет обеспечивать горожан базовой услугой спасения. Это означает круглосуточное реагирование спасательной команды на возгорание и готовность к выезду в течение 60 секунд из здания на улице Анкру. Кроме того, будут гарантированы быстрые и эффективные действия в случае серьезных происшествий. Но это только начало. Со временем могут добавиться и другие услуги, включая профилактическую работу и спасение на море, что очень важно, учитывая особенности района. Порядок вызова спасателей останется прежним. Звонок на номер 112. А еще хочется отметить, что радует, когда большие начальники выполняют данные народу обещания, как и случилось в Таллине в этот раз. Вадим Малышкин, Роман Васильев. Новости Таллина. В Эстонии проживают представители около 200 народностей, которые занимаются сохранением и развитием своего языка, традиции и культуры. Но для них очень важно владение и эстонским языком. И тут на помощь ежегодно приходит фонд интеграции, который постоянно объявляет о новых возможностях подачи ходатайств на финансирование проектов. Дело в том, что для успешной интеграции в эстонское общество фонд интеграции предлагает множество идей. Причем и для долгосрочной интеграции постоянных жителей Эстонии, и тех, кто недавно приехал в страну. Один из них связан с кино, о чем расскажет наша гостья, консультант фонда интеграции Ольга Жукова. Оля, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас, наверное, все снимают для социальных сетей, и взрослые, и дети, и ТикТок, Фейсбук, Инстаграм и так далее. Короткие ролики, каждый может быть и режиссером. И вот фонд интеграции предлагает такой интересный проект. Расскажите поподробнее. Да, очень востребованный навык. Именно снятие на мобильный телефон, когда не нужно искать какую-то дополнительную аппаратуру, дорогостоящую, а просто вытащить из кармана и заснять такие видео, которые будут лайкать огромное количество людей, и пересылать, и делиться этим всем. И возникла вот такая вот идея, как помочь людям научить их снимать такие короткометражные видео. Это же все про изучение практику языковую. Как совместить вот эти два момента? И пришла такая идея, что мы запускаем лабораторию короткометражных фильмов. Лекторы с нами говорят только на эстонском языке. Между собой мы общаемся на эстонском языке. И это очень интенсивный проект. И будет здорово для тех, у кого есть какая-то база языка, но нету практики. И вот такой интенсив сможет запустить вот этот навык свободно общаться в любой сложившейся ситуации в Эстонии. Плюс еще искусство. Кино же снимаем. Абсолютно. Представляете, это вдохновение, практика. Все в одном. Известные люди, кинематографы, готовые делиться своими наработками, опытом. И так как это специальный проект, у специальных проектов всегда есть какой-то гранд-финале. Наш партнер Мацаловский в фестивале фильмов, он предложил нам возможность отобрать самые лучшие фильмы. И в сентябре эти фильмы будут показаны на фестивале. То есть это огромнейшая честь быть представленным среди таких суперкрутых проектов и сказать о том, что да, я там был. Можно сказать, три в одном. Три в одном, да. И лекции, и эстонский язык, и искусство, и фестиваль. Все вместе. Общение на эстонском языке. Мы запускаем все свои навыки, весь словарный запас, который у нас где-то пассивно уложен по полочкам, мы начинаем его вытаскивать, да, вытаскивать в нужные ситуации. Говорить. Человек становится более свободный в общении. И это очень классно запускает навык в языковой практике, в общении. В общем, такой социальный проект. И фильм должен быть про природу. Про природу. Тут мы обращаем внимание, что и в городе есть природа, и как она пробуждается, и как это красиво. И все это можно сделать и снять на мобильник. А фильм должен быть художественный, документальный? Документальный фильм. Документальный. И там тоже может быть какой-то текст, и он тоже должен быть на эстонском? Да, конечно, все об эстонском языке. Где можно полную информацию получить о проекте? Вся информация на сайте фонда интеграции, главный баннер, на главной страничке. Вы все прочитаете. Регистрация длится до 7 апреля. Ждем ваши мотивационные письма. И будет отбор, мы набираем только 40 человек. Какие еще есть курсы у фонда интеграции? На что сейчас можно обратить внимание для тех, кто хочет изучать эстонский музей? Да, эстонский музей под открытым небом в сотрудничестве с нами предлагает образовательную программу. Мы узнаем, как жили эстонцы 200 лет назад, какие были условия. И когда мы все это просматриваем, у нас будет такая дискуссия. А смогли ли бы мы сейчас, привыкшие ко всему комфорту, который нас окружает, выжить в этой среде? И как бы нам это было? И вся эта программа на простом эстонском языке, так что человек уже с уровня А2 будет, ему будет уже комфортно там принимать участие. Оля, спасибо вам огромное, успеха. Спасибо большое. Во всем мире при изучении языка все более популярен ситуативный метод. А под этим мудреным названием понимается интересное дело, занимаясь которым, можно гораздо эффективнее освоить язык и узнать жизнь страны, где ты живешь. Что может быть интереснее кино? Так что прислушаемся к советам Ольги Жуковой. И хотя ваш фильм, скорее всего, не получит Оскар и не станет сенсацией Голливуда, хорошим подспорьем в изучении языка он точно может стать. А мы переходим к другим темам. В нынешнем мире человеку иногда трудно предположить, где его подстерегают обман или неприятности. Кто мог бы предположить, что появятся фальшивые аккаунты, на которых предлагается возможность приобрести единую, или у нас ее называют «зеленую» карту, дающую возможность бесплатного проезда на 90 дней. Объединение «Таллинский городской транспорт» даже вынуждено обратиться к пассажирам с предупреждением, с которым познакомился Сергей Овченков. Иногда начинаешь думать, что фантазия мошенников настолько многогранная, что каждый раз удивляешься, какая на этот раз будет представлена схема для того, чтобы выманить побольше денег у жителей нашей страны. Причем иногда эти схемы выглядят со стороны довольно примитивно простой, и это как раз опаснее всего, потому что именно на такую простоту может повестись большое количество людей. Так, например, акционерное общество «Таллинн Алинатранспорт» предупреждает, что в соцсети Facebook создано несколько фейковых аккаунтов, якобы официально принадлежащих ТЛТ. Дело в том, что на этих аккаунтах рекламируется возможность приобрести единую, так называемую «зеленую карту», дающую возможность бесплатного проезда на 90 дней. «Таллинн Алинатранспорт» не проводит таких компаний и не продает единую карту. К сожалению, алгоритмы социальной сети Facebook не делают разницы, на кого направлены такие схемы – на жителей Таллина или приезжих. Такие сообщения могут появиться на разных интернет-платформах и по несколько раз в день. Дело в том, что платная реклама в соцсетях позволяет иногда публиковать и информацию подобного рода, и мошенники этим очень активно пользуются. Предприятия ТЛТ призывают людей быть внимательными и не переходить по ссылкам в фейковых аккаунтах и не вводить свои банковские данные на сомнительных сайтах. В социальной сети Facebook есть только одна официальная страница предприятия, да и сама ссылка также должна насторожить пользователей социальной сети. Всегда нужно учитывать несколько аспектов. Это грамматика этих постов, то есть зачастую используется Google Translate, переводчик Google, вследствие чего перевод не всегда точен, как я и сказал, уже домашняя страница, потому что мы всегда должны убедиться в том, что эта страница действительно защищена и что она является официальной. Ну и в третьем – это в принципе смотреть на историю всех этих вот Facebook-пропередстраниц. Как правило, эти новые мошеннические страницы, они новые, они свежие, там очень мало, так сказать, содержания. В первую очередь нужно все-таки отправить жалобу на эту страницу, упомянув, что это является мошеннической схемой. В идеале нужно же, конечно же, уведомить или как-то проинформировать об этом своих родственников, близких. И, на крайний случай, можно отправить информацию по полицейскому. Если эта информация будет на основе, то мы, конечно же, сразу же в первую очередь начнем об этом говорить, так сказать, публично и активно. Полиция просит, если вам попалась в социальных сетях подобная страница подозрительного содержания, то ни в коем случае не надо нажимать на ссылку и следовать дальнейшим ее инструкциям. В соцсетях есть функция «Пожаловаться на страницу». Активировав ее, вы таким образом сможете препятствовать ее распространению. Нужно понимать, что мошенники не дремлют и придумают все новые схемы отъема денег у населения. Так, например, согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году было зарегистрировано 524 случая мошенничества, когда мошенник, выдававший себя за сотрудника банка или полиции, пытался получить доступ к компьютеру и банковскому счету жертвы. В среднем каждую неделю 10 человек теряли деньги в той или иной степени, а общий ущерб за год составил около 3 миллионов евро. Сергей Овченков, Роман Васильев, Андрес Лорант, Новости Таллина. В минувшую субботу в Таллине стартовал один из крупнейших в Европе турниров по борьбе – «Таллинн Опен-2024». На соревнования, где побывал Сергей Овченков, прибыло почти 2000 человек из более чем 30 стран. Этот турнир посвящен памяти знаменитого эстонского борца Кристиана Палусалу, ставшего двукратным олимпийским чемпионом. Этот замечательный спортсмен абсолютно достоин того, чтобы память о нем была увековечена в крупнейших соревнованиях. А молодые спортсмены страны брали с него пример. Уникальность спортивного подвига этого великого спортсмена заключается в том, что Кристиан Палусалу завоевал эти две золотые медали на одних Олимпийских играх 36-го года, выступая и в вольной, и в греко-римской борьбе. Повторить такой результат нелегко, но тысячи участников нынешнего турнира могут помечтать о том, чтобы хотя бы приблизиться к таким достижениям. Примечательной особенностью такого огромного турнира является формат проведения сразу на 14 коврах, которые были размещены на территории Юнибет-арена. И если взглянуть на количество участников, то становится понятно, что борьба как спортивная дисциплина ни в коем случае не теряет своей популярности и даже наоборот ее набирает. Мир спортивной борьбы создан таким образом, что мы здесь все друзья. И благодаря хорошей коммуникации у нас есть возможность позвать сюда спортсменов из других стран. Многие сюда приезжают уже не первый раз. Примерно 75% таких. Хорошая организация мероприятия, хороший опыт – это все помогает тому, чтобы спортсмены сюда возвращались. Соревнования подобного типа становятся особенно значимыми, учитывая тот факт, что в следующем году Таллинн станет спортивной столицей Европы. Борьба в Эстонии – это не только вид спорта. Это еще часть нашей истории. И борцы являются по большому счету носителями традиций. Традиции, которые были заложены еще во времена Кристина Паусалу, который в свою очередь является и одним из символов Эстонии, и безусловно легендой борьбы, мировой легендой. Поэтому отрадно видеть столько участников на международном турнире. И мы знаем, что традиция проведения этого турнира с каждым годом расширяется, участников становится все больше. Уже с самого начала турнира стало понятно, что борцы стремятся к победе не на шутку. Так, например, борец из Латвии во время поединка с представителем из Франции сразу смог перехватить инициативу и выйти из схватки победителем. Вроде все хорошо, что надо было сделали, выиграли. С первых секунд уже начал вести бой, схватку, и до конца доработали. Гости из-за рубежа также смогли оценить по достоинству качество организации такого крупного мероприятия, как международный турнир по борьбе. Мне нравится сюда приезжать очень организованно. Столько ковров, столько весовых категорий, столько возрастов. И это все организовать, это очень хорошую голову иметь. Так что я всегда буду стараться приезжать на этом турнире. Примечательно, что в мире набирает все больше популярности «Спортивная борьба среди женщин». Направление вольной борьбы среди женщин прошло множество витков развития, и все для того, чтобы сейчас женская вольная борьба перестала быть диковинкой, стала чем-то обыденным. В 2000 году данное направление вошло в олимпийскую программу в качестве показательного выступления. Это состоялось в Афинах, и вслед за этим к виду спорта пришло полнейшее и безоговорочное мировое признание. Ну а если вернуться к соревнованиям, то основные поединки турнира прошли в минувшие выходные, а теперь у молодых спортсменов впереди трехдневный спортивный лагерь, на котором, помимо новых знакомств, ребята смогут также улучшить свои навыки в таком популярном виде спорта, как борьба. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Новости Таллина. В Таллине еще раз отпраздновали Новый год. На этот раз по солнечному календарю иранских и тюркских народов. Это праздник Навруз, название которого буквально переводится как «Новый день». Объединение национально-культурных обществ Лира отметило это событие ярко и с большим размахом. Выступили вокальные и танцевальные коллективы, причем не только таллинские, но и зарубежные, из Латвии и Финляндии. Была пестрая и вкусная ярмарка, а потом все желающие могли танцевать под зажигательные восточные мелодии. Навруз – самый древний праздник весны, земледелия и плодородия. Его отмечают уже три тысячи лет. По данным ООН, ежегодно примерно 300 миллионов человек по всему миру встречают весеннее равноденствие. А в 2009 году Навруз включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. А 21 марта объявлен Международным днем Навруза. В это время устраивают ярмарки, состязания, выступают певцы и танцоры. Дома и деревья должны быть ярко и красиво украшены. Но, конечно, в каждой стране у праздника есть свои особенности. У нас в деревнях народ собирался на поляне, сжег костры, прыгал через костры тоже. То есть огонь – это все-таки такой атрибут этого праздника. И потом, в общем-то, совместное приготовление всяческих блюд прямо на улице. Например, там кашу варили, яйца варили. И, естественно, это всяческие танцы, песни, игры. Мы собираем здесь все тюркоязычные народы. И вместе собираем, потому что для нас Навруз – это, прежде всего, взаимодействие культур. А также, вот так же и мы справляем в Казахстане. Потому что для нас очень важно, чтобы не просто одни казахи справляли. Нам важно, чтобы все народности были вместе и справляли. То есть это, как бы, знаете, символ солидарности. Вот этот праздник для нас означает. Во многих арабских странах Навруз не празднуют. Но как же не отметить приход весны, когда пробуждается и расцветает вся природа? Например, в Марокко весеннее равноденствие отмечают веселыми фестивалями. Сегодня мы предлагаем разные сорта чая с мятой, мелиссой или вербенной. Чайная церемония в Марокко имеет свои особенности. Все делается спокойно и размеренно для того, чтобы у людей было время побеседовать и пообщаться. Объединение Лира растет с каждым годом, и к нему присоединяются новые общества. Ведь в Таллине появляются представители самых разных далеких и экзотических стран. К нам присоединяются люди, которым интересны вопросы культуры. Поэтому мы уже не помещаемся в нашем доме, и мы с радостью выбираем новые площадки и новые форматы. В этом году у нас в программе также выступают гости из Риги, из Финляндии, и, конечно же, наши эстонские коллективы тоже принимают участие. Самое главное, у людей есть возможность между собой тепло общаться, дарить друг другу радость, независимо от их национальности и вероисповедания. По словам столичного мэра, замечательно, что в Таллине проживают представители разных народов, которые своими традициями обогащают культурную палитру города и страны. Благодаря этому у нас есть возможность встречать Новый год несколько раз и по разным календарям. Так что редакция новостей Таллина еще раз поздравляет всех с Новым годом и весной. Ленитровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Те сотрудники, кто пришел сегодня на работу пораньше, утверждают, что видели на небе солнце. А те, кто поспал подольше, вновь грустно смотрели на беспросветные облака. Каким же выдастся начало этой пасхальной недели в прогнозе синоптиков. Предстоящей ночью ожидается облачная погода. Ближе к утру возможен мокрый снег или дождь. Ветер северных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра днем облачная погода. Утром возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от 1 до 4 градусов выше нуля. В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 4 метра в секунду. Температура воздуха 0 плюс 4 градуса. В среду днем будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер северо-западный северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха от 4 до 11 градусов тепла. В ночь со среды на четверг сохранится облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 5 градусов. В четверг днем также облачно с прояснениями и без осадков, ветер северо-западный 4,5 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Еще три раза на этой неделе в эфир выйдут новости Таллина, поскольку впереди три выходных дня, включая Страстную пятницу. Но обещаем, что событий будет немало. И обо всем я, Вадим Малышкин, как и мои коллеги, обязательно расскажем вам в нашей программе. А на сегодня это все. Удачного завершения вечера и до завтра.